Доброе утро, дорогие телезрители! 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 Доброе утро! Доброе утро, дорогие телезрители! 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 В целях безопасности наблюдатели перед каждым боем просили отойти подальше, чтобы не попасть под горячую руку меч или топор дерущихся. Между поединками зрители развлекали клуб исторического танца, группа арт-фехтования и музыканты, играющие фолк-музыку. Акция «День посадки леса» прошла в Приморье в 2015-м. В ней участвовали более 200 человек. Рядом с селом Новотроицким они высадили 6000 сосен. Мероприятие организовало Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. В 2017-м Благовещенск стал третьим городом России по посещаемости китайскими туристами. Чаще жители Поднебесной ездили только в Москву и Санкт-Петербург. Иностранных туристов привлекали магазинами и торговыми центрами, а также разнообразием кухонь мира. Тогда жители Поднебесной могли попробовать блюда русской кухни, украинской, бурятской, узбекской и мексиканской. Жительница Москвы подарила Амурскому поселку Октябрьский в Евзейском районе здание для больницы в 2018-м. Одноэтажный кирпичный дом площадью почти 250 квадратных метров построили в 1974 году. Он находился в собственности у экс-жительницы села, живущей в столице России. Однако женщина решила отдать это здание в дар поселковой больнице. На полигоне Двуоку наградили победителей двух соревнований Всероссийских армейских игр 2018. Победителями Суворовского натиска стала команда Двуоку. Ребятам и их тренерам вручили медали, часы, а также переходящий кубок. Среди участников танкового биатлона первыми стали танкисты Восточного военного округа. Помимо медалей и кубков, некоторые участники соревнований получили ценные подарки за личные качества. Так командирам вручили командирские часы. Сегодня еще один прекрасный праздник, последний звонок. Праздник, который был в жизни абсолютно любого человека, кто старше школьного возраста. Но в этом году детям не повезло. К сожалению, под запретом, конечно, проведение мероприятий. Выпускники, мы знаем, что втайне фотографируются, делают все-таки фотоальбомы. Но, тем не менее, к сожалению, массовое празднование под запретом. Кстати, в Белогорске последний звонок прозвучит по радио. Вот такой необычный ход придумали родители и глава города. Так что там будет эфир последнего звонка, но вот все смогут присоединиться. Очень здорово. А ты вот помнишь свой последний, простите, ты помнишь свой последний звонок? Очень смутно. Помню выпускной, последний звонок, помню, как мне просто дали грамоту в школе и все. Замечательный, замечательный был праздник. До сих пор его с теплом вспоминаю. Всей школой там делали концерт, прощались друг с другом. И как жалко, что мы редко видимся. Будем надеяться, что это получится делать чаще. Ну, конечно же, у людей на улицах Благовещенска мы спросили, а что вы делали в этот день? Последний звонок. Как он прошел? Давайте посмотрим ответ. Ну, как обычно, все. То есть, прощание с учителями, первоклашки, все фарточки, платьишки. Мы в течение года там садили картошку, убирали территории, речки чистили. И в 2000 году, получается, это было заработали. На то время 28 тысяч. Это была огромная просто сумма. И мы очень хорошо погуляли, и рассвет встретили, съездили на природу, и порыбачили. В общем, было очень интересно. Проходило отлично. Просто весело было. Так учителя поздравляли хорошо, и мы их поздравляли. Очень было весело. Когда я вижу сирень, это значит последний звонок. Ну, то есть, что у нас были красивые формы, красивые бантики, белые фарточки. Ну, и сирень, которую нам мальчишки периодически бегали и мочили в реке, чтобы она не засыхала. А у нее сегодня последний звонок. Я свой помню только возле школы шарики, как запускали. Прощались, все плахали. Нас всех собрали в нашем классе. Ленты красные, которые у нас были, мы все друг другу подписывали, писали на них надписи, пожелания. На будущее расписывались, значит, одноклассники. И вот у меня до сих пор даже она сохранена. Сначала в школе он проходил, а потом, с кем мы дружим, отправились встречать рассвет. Ну, естественно, без спиртного, потому что родители нас сохраняли. Вот у нас как бы традиция такая была. Эту форму, я помню, мы передавали там. Один выпускник передает другому. Это в плане девочек, а мальчики всегда одевали костюмы. Ну, а после последнего звонка, ну, просто собрались в компании и отмечали. Новая неделя, новый рецепт. Рестораны закрыты, бары закрыты, кафе закрыты. Вообще все закрыто, а побаловать себя хочется. Что делать? Что делать? Засучить рукава и посмотреть нашу рубрику. Всю неделю мы готовим блюда китайской кухни. И сегодня это будет салат Пекин. Вкуснейший, замечательный. Я пробовала, повторила, у меня получилось. Думаю, что получится и у вас. Посмотрите нашу рубрику. Доброе утро! Сегодня с вами Виктория. И мы приготовим с вами салат Пекин. Для этого нам понадобится кинза, крахмальная лапша, огурец, морковь, древесные грибы, пекинская капуста, чеснок. Ингредиенты мы заранее приготовили и нарезали все соломкой. Древесные грибы тоже заранее запариваем. Пекинскую капусту, древесные грибы, соломкой морковку, огурец, тоже соломкой нарезанный, крахмальная лапша и немножко кинзы. В принципе, кто кинзу не любит, можно не ложить. Немножечко чесночка. Так, соль. Солим. Сахар. Две ложки примерно. Вайсу. Берем уксус 9% цитрусовый. Одна столовая ложка. Черный уксус китайский. Три столовые ложки. Кунжутное масло. Примерно где-то 3 столовых ложки. И ароматное масло. Две столовых ложки. Все это хорошо смешиваем. И выкладываем салат на тарелочку. На этот салат ушло у нас 7-10 минут. Рассчитан на 3 человека. Приятного аппетита и доброго утра всем. Новым вкусным рецептом запаслись. Предлагаем вам немного позаботиться о пище для ума. И посмотреть нашу рубрику «Громотеи». Как правильно говорить слово «афера». Афера – это неблаговидное предприятие с целью наживы. Синонимично слову «мошенничество». В французском жаргоне «афер» означает «дурное дело», «неприятность». По-французски произносится «без йо». Поэтому и в русском языке слово «афера» и «аферист» правильно говорить через «е». Как правильно говорить «развитая», «развитая» или «развитая». Несмотря на то, что эти три слова одинаково пишутся, отличаются их значение и происхождение. Произносятся они тоже по-разному. Когда речь идет о высокой степени развития, слово «развитой» является прилагательным. Ударение ставится на второй слог. Например, «развитые технологии». В качестве причастия слово «развитая» употребляется, когда говорится о способствовании росту или подробном изложении. Например, «развитая деятельность», «развитая тема разговора». Если говорят о каком-либо свитом скрученном предмете, ударение ставят на второй слог. Например, «развитая веревка», «развилась коса». Будьте грамотны! Неделю назад мы объявили новый большой конкурс. Дело все в том, что нас впереди ждет два праздника. Первый – это 1 июня, День защиты детей. Второе – День рождения нашего города Благовещенска. Мы просили вас покопаться в архивах, найти фотографии ваших детей, запечатленных на фоне каких-то достопримечательностей, будь то набережная, какое-то здание, все что угодно. Конкурс так и называется «Дети в городе АОТВ». Чтобы поучаствовать, можно не только покопаться в архивах, но и снять свежее фото ваших детей, гуляющих по городу. Мы ждем ваши фотографии в WhatsApp. Номер телефона вы сейчас видите на своих экранах. Также фото можно выставлять в Instagram под условным хэштегом «Дети в городе АОТВ». Очень ждем ваши снимки. Ну а прямо сейчас предлагаем посмотреть небольшой клип из тех работ, которые уже прислали на наш конкурс. Смотрите, заряжайтесь настроением. Спасибо за просмотр! Мы ждем ваши фотографии на конкурс «Дети в городе АОТВ». Прямо сейчас к хорошим новостям. В Амурской области построят 26 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Очень интересный такой проект. Дело в том, что этот ФАБ будет представлять собой не только кабинет для осмотра пациентов и лечения, но и квартиру для фельдшера. То есть такой ФАБ-квартира, штаб-квартира для фельдшера в 13 районах Амурской области. Они должны появиться. Монтаж начнется уже этим летом. Время новостей на Амурском областном, на самом главном, важном и актуальном расскажут корреспонденты информационной службы. Ученые выяснили, опять же, путем, непонятно каким, но выяснили, что есть определенное количество знаков зодиака, с которыми сложнее всего выстраивать отношения. Скрытные у нее, очень закрытые. Да понятно, каким путем. Это просто наблюдение за определенными знаками. Мне кажется, что довольно непросто выстраивать отношения со скорпионами. Вот непросто. Мне кажется, раки тоже, ребята, непростые. Согласитесь? Я рак, все хорошо, все нормально. С девами, со скорпионами, козерогами и, по-моему, если я не ошибаюсь, еще это были, не помню кто это. А вот я козерог, я тебе скажу, все довольно просто. Нужно просто найти подход. Но что сегодня ожидает знаки зодиака, давайте узнаем из нашей постоянной рубрики. Гороскоп на 25 мая. Овный. Неоднозначный день. Но это не должно повлиять на финансовую сферу. Здесь, наоборот, стабильность берет верх. В общении с родными будьте уравновешеннее. Иначе из мелкой ссоры получится скандал. Тельцы. Сегодня вы получите столько хороших новостей, что никто не сможет испортить настроение. Прибыль ожидает тех, кто не побоялся вложить деньги. Близнецы. Вам полезно выговориться. Друзья поймут, а вот родные отнесутся с сочувствием. Все воспринимайте с благодарностью. Этот день поможет вырасти духовно. Раки. Столько негативных нападков и нерешенных проблем, что захочется спрятаться под панцирь. Но от этого их не убавиться. Нужно встать в боевую стойку. Углубитесь в занятие, которое приносит моральное удовлетворение. Львы. Этот день лучше прожить в тишине и без приключений. Вас могут обвинить в действиях, от которых всегда были в шоке. Не устраивайте сцену. Пусть все идет по накатанной колее. Девы. У вас ничего необычного и волшебного не произойдет. Вы и рады такому размеренному ритму. Некоторые моменты в рабочей сфере западут в память. Но это не критично. Весы. Если вы усмирите свои аппетиты, то это пойдет только на пользу. Спортзал вам в помощь. Отличный способ для пополнения кошелька найдут творческие люди. Скорпионы. Возможны перемены в работе, новая специальность и загруженность. По поводу финансов не расстраивайтесь. Они поступят в полном объеме. Уделите время себе, любимому. Стрельцы. Кардинальные перемены возможны, если планируете переезд или покупку жилья. Не пытайтесь все решить в одиночку. Туго придется. На просьбу помочь откликнутся многие. Дорожите этим моментом. Козероги. Сегодня в вашей жизни может произойти нечто такое, во что трудно поверить. Но придется, ведь судьба не напрасно вас испытывала на прочность. Не волнуйтесь, трагедии не будет. Наоборот, отношения с близкими станут крепче. Водолей. Деньги, отложенные на что-то важное, уйдут в другом направлении. То развлечение, то друг возьмет в долг. Короче, не держите кошелек под подушкой. Скоро дырка в бюджете удачно закроется. Рыбы. Реально смотрите на вещи. Фантазийный подход неуместен. Это что касается бытовых проблем. А вот вечер обещает быть романтически чувственным. Сегодня, 25 мая, заканчивается прием заявок на участие в проекте «Лаборатория Амурской анимации». В Амурской области намечается открытие первого, собственно, центра анимации. Зависеть все будет от ситуации с коронавирусом. Сегодня у нас в гостях Александра Рихновец, автор этого проекта. С ней как раз-таки и поговорим. Доброе утро. Александра, доброе утро. Ну, начнем с того, какой у вас любимый мультфильм? Пожалуй, это Кинзадза режиссера-мультипликатора Татьяны Никитичны Ильиной, которая является, собственно, одним из кураторов нашего проекта. Ничего себе! А кто у вас еще в кураторах проекта? Ну, из таких именитых мы можем отметить, конечно же, Валерия Алексеевича Коваля. Это художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм». Вообще весь проект вы вместе делаете с «Союзмультфильмом». Они выступают партнерами проекта, да, и проект реализуется при поддержке киностудии «Союзмультфильм». Как вы их привлекаете? Да, вот как получилось привлечь таких именитых людей? Пожалуй, это связано с тем, что сам Валерий Алексеевич, он уроженец Амурской области. И он, конечно же, заинтересован в том, чтобы наши детки амурские стали умнее, развивались в анимации, и потом продолжили свой профессиональный путь в этой среде. В чем суть? Что будете делать? Проект состоит из нескольких этапов. На первом этапе мы набираем пилотную группу, вот как раз сегодня, собственно, заявки заканчиваем принимать, и приступаем к отбору участников, теми самими кураторами, которые войдут в группу обучающихся, первую такую. Надеемся, что дальше будут еще и еще группы. Но вот эта первая группа начнет обучение по самым разным отраслям. Это и художественное творчество, и литературное творчество, и декоративно-прикладное искусство. И в дальнейшем приступят, собственно, к обучению основам анимации и созданию своих первых мультфильмов. Ну вот сегодня заканчивается прием заявок. Сколько вообще людей обратилось? Есть ли интерес у детей к этому? Интерес огромный. И, конечно, это не вся группа 7-17 лет. Мы приглашаем к участию именно эту группу детей, но хотят и помладше, и хотят и постарше принять участие. Сейчас, на сегодняшний день, у нас 25 заявок. Мы думаем, что сегодня еще какие-то получим варианты и сможем их рассмотреть. И в дальнейшем мы отберем 20 самых-самых заявок и, собственно, приступим к работе. Сколько дней они будут заниматься и что в итоге? Это год. Ух ты! Да, проект стартует 1 июня. 2020 года и окончится 1 июня, соответственно, 2021 года. Занятие в самый насыщенный такой период занятиями – это лето вот этого года. Это июнь, июль, и август. А в дальнейшем уже, собственно, мы начнем очную работу, индивидуальную, с ребятами по созданию мультфильмов. Они сделают свои выпускные работы. Все 20 ребят, то есть мы получим 20 каких-то картин. А в дальнейшем стартует очередной этап. Мы будем делать две большие работы, основанные на региональном культурном материале. То есть кто-то из ребят возьмет художественную картину наших амурских художников. Кто-то возьмет произведения амурских авторов. И, собственно, уже начнет по нему создание сценария мультфильма. Ну, к чему, амурскую мультипликационную сферу ждет, взбудораживаться. Мы, наверное, даже покажем какие-нибудь результаты. А какая это будет анимация, что будет? Будем лепить из пластилина, компьютерная анимация, рисовать, шить, как вот 38 попугаев. Попугаев вот этого, всех персонажей. Ну, вообще у ребят будет выбор. То есть каждый сможет попробовать. Мы будем изучать все виды мультипликации. И историю мультипликации начнем изучать. То есть познакомимся и с флеш-анимацией, такой популярной в 21 веке компьютерной. И той самой классической перекладной анимацией тоже можно будет заниматься различными видами кукольной анимации, предметной анимации. Оборудование, которое мы закупаем в рамках центра, которое реализуется при поддержке фонда президентских грантов, он позволяет охватить все эти виды анимации. Да. Сколько денег? Мы получили федеральных средств 700 тысяч, ну, порядка 700 практически. Но на данный момент там произошло и удорожание оборудования. То есть мы привлекаем различные ресурсы, местные наши, региональные. И замечательно, что и депутатское сообщество откликается и поддерживает проект. То есть идет такая всесторонняя работа, и мы чувствуем поддержку с различных. Мы как телевизионщики знаем, что один компьютер, который может сделать мультик, может стоить как раз все деньги президентского гранта. А по каким критериям отбирали детей туда? Да. Ну, то есть мог попасть любой абсолютно ребенок. Ну, сейчас не берем возраст, не берем возраст, да? Просто по каким еще критериям? Мы сейчас еще их не отбирали. То есть все заявки, которые принимаем и которые содержат в себе все условия положения, то есть они содержат эссе, творческую работу и, собственно, непосредственно саму заявку. Мы все эти заявки принимаем и создаем портфолио детей. Вот эти портфолио мы передадим 26 мая на работу нашим кураторам проекта, тем людям, которые продолжат свою работу с детьми. И они на основе выставления рейтинговых оценок выберут вот эту самую группу ребят 20 человек. То есть случайных детей не будет? Это будут те, кто действительно интересуется, создавать, создавать. Эссе посвящено теме, почему именно я должен стать участником лаборатории амурской анимации. А вы уже читали? Это как причина, почему мы должны взять именно вас? Я, честно говоря, подглядела. Ребята пишут о том, что в дальнейшем они бы очень хотели продолжить свою профессиональную карьеру в этой сфере. Видят эту область очень перспективной, многогранной. И это, конечно, не может не радовать, потому что проект и профориентационный тоже. То есть мы постараемся привлечь этих ребят к обучению профессиям в сфере культуры, что очень важно для нашего города, потому что у нас, конечно, есть и дефицит кадров в этой области. А ребят будут учить каждому направлению или все-таки группы будут как-то формироваться? То есть кто-то на флеш-анимацию, кто-то на другую какую-то? Первоначальная база будет дана по всем видам. То есть группа не будет делиться изначально. Мы начнем и полный курс усвоим именно по всей сфере. А в дальнейшем, когда мы поделим их на две группы для создания двух работ, уже непосредственно ребята определятся с тем видом анимации, в котором они хотят снять свою вот эту большую работу глобальную, групповую, кстати. Вот 1 июня вы начинаете занятия. Ситуация-то у нас в мире, в стране непростая. Нестабильная. Нельзя собираться вместе. Что будете делать? Мы сейчас рассматриваем различные варианты. И варианты с децентрированным обучением, и кажущийся нам наиболее перспективным на данный момент вариантом – это обучение на открытом воздухе. То есть мы оборудуем сейчас площадку, планируем вынести туда и столы, и оборудование звуковое для того, чтобы кураторы могли читать свои курсы на открытом воздухе, детям было безопасно и интересно. Лето начинается, и свой досуг, конечно, нужно занимать. Тем более, что лагеря сейчас детские не принимают детей. Хочется делать мультики, все бросить и туда. Бежать делать мультики. Да, мы получаем от взрослых возмущение, почему дети, что происходит. Мне 48, почему я не могу. Мечта, детская мечта, с вами мультики. Ну вот все благовещенцы, ну вот сейчас вот у нас сидят зрители, где-нибудь в Зее, и говорят, ну что ж это такое, когда у нас такое будет? Вообще проект носит название «Региональный центр развития анимации». И та группа, которая скомплектуется очная, очная, это не все те дети, которые смогут принять участие в проекте. Часть занятий будет записана на видео, в рамках вебинаров можно будет принять участие и обучаться как раз у Валерия Алексеевича Коваля, который будет одним из спикеров, кураторов проекта. То есть детки в нашей Амурской области, во всех регионах, в уголках, где есть интернет, смогут принять участие в проекте тоже. Про что хотите мультик, вот лично вы? Мультик, ну мне бы хотелось, чтобы нашему городу в преддверии дня рождения все-таки посвятили мультфильм и рассказали о том, как в Благовещенске живут и развиваются дети. Дети, мультик о детях. Если нас сейчас смотрит один из тех, кто отправил свою заявку, берите на заметку, ребята, берите на заметку, тема уже есть. Ну, в любом случае, спасибо вам большое, что пришли, что рассказали. Желаем вам, конечно, только успехов. Надеемся, что никакие коронавирусы не помешают все-таки детям добиваться успехов в искусстве. Мы тоже надеемся. Спасибо большое. Что интересовало Амурчан в интернете, узнаем прямо сейчас. Мариана Геворкян и ее рубрика «Область в сети». Мемы про мост через Зею, крик души больной коронавирусом и укращение железного быка. Здравствуйте! В эфире «Область в сети». Как и чем живет в Преамуре в Инстаграме расскажу я, Марьяна Геворкян. И сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. Жест «Добрая воля» от сотрудников ГИБДД. Публикация об Амурчанке, которые помогли в пробке на мосту Благовещенска, стала самой рейтинговой на Инстаграм-странице нашего канала. Ее посмотрели почти 25 тысяч человек. После двух часов пребывания в пробке женщина с 10-месячным ребенком на руках вышла из автобуса и решила пойти пешком. Настолько сложно ей далось ожидание. На посту ДПС ее с малышом посадили в машину и довезли до города. Амурчанка написала нам в директ и попросила разместить ее историю в качестве благодарности полицейским. Под публикацией больше сотни комментариев. Спасибо, что остались неравнодушными. И все-таки мир не без добрых людей. Непростое состояние моста через Эю затмило даже тему коронавируса. В соцсетях десятки видео от недовольных автомобилистов. Люди снимают километровые вереницы машин и даже хвастаются, кто дольше простоял в пробке. Смотрите, я лучше поеду через Свободный. Это нечто. Наверху, внизу, вы посмотрите. Это все люди, которые пытаются, пытаются наоборот уехать с Благовещенска. Веселые и находчивые по традиции сочинили на эту тему пару-тройку мемов. Да, с такой дорожной ситуацией и ремонтами на главных улицах Благовещенска у водителей никаких нервов не останется. Вернемся к профилю Амурского областного. Еще одна публикация, которая взбудоражила наших подписчиков, крик души, заболевшей коронавирусом. Как ее зовут, Благовещенка скрывает. А все потому, что чувствует огромное эмоциональное давление со стороны окружающих. Никогда в жизни мы не слышали столько негатива по отношению к себе, пишет девушка. Соседи, боясь заразиться, требуют, чтобы ее семья не выходила на балкон и даже заклеила вентиляцию. Полную версию письма читайте в нашем инстаграме, как и комментарии, которые тоже весьма любопытны. Украшение старактил вам. Профессиональный тореадор прошелся по набережной Благовещенска и увел железного быка. Необычное видео разместил на своей странице пользователь под ником instagram.blg. Не пытайтесь повторить самостоятельно, предупреждает автор. Это, кстати, не первый подобный эксперимент. Недавно мужчина посягнул на известную достопримечательность властной столице. Вы тоже задумались, как он это делает? А это фокус, который не удался. Сразу несколько пабликов Благовещенска поделились кадрами нестандартного ДТП, виновник которого хотел подрифтовать на перекрестке, да не вышло. Комментарии один другого краша. Резвому водителю посоветовали кататься на картодроме, а второму участнику аварии тренировать скорость реакции и поменьше играть в боулинг. В следующем любопытном видео поделился на своей инстаграм-странице амурский эколог Антон Сасин. Публикацию он подписал так. Завел кошку, чтобы мышей ловила, а она не может даже из своей тарелки мышь выгнать. Забавная история из жизни животных. А в конце выпуска по традиции о полезных и интересных аккаунтах в инстаграме, которые ведут амурчане. Природа, великий художник. Это заметила народный умелец из Зеи Ирина Лелекова и открыла для себя интересное направление для творчества – рисунок на бересте. Добавляя акценты и детали, она создает из обычной бересты настоящую картину. А еще шьет тряпичные куклы-обереги, а в эпоху пандемии даже защитные маски. А на этом все. Делитесь с нами интересными событиями вашей жизни и жизни области. Отмечайте в постах собакамуробл, нижнее подчеркивание ТВ или ставьте хэштег «Область» в сети. И, возможно, увидите свои кадры в следующем выпуске. Как же интересно полистать социальные сети особенно быстро, как это делаем мы с помощью Марианы Геворкиан. А не часами там пропадать в этом инстаграме. Ну, кстати, очень интересную новость прямо сейчас я там нашла. Житель Ермонтовки, Тамбовского района в одиночку высадил Аллею Победы. 200 деревьев посадил мужчина. Представляете? Ну, конечно, с деревьев мы помогли в местной администрации, но сам поступок вообще замечательный. Спасибо вам. Возьмем на вооружение. Может быть, тоже что-то высадим. На такой вот доброй и позитивной ноте мы сегодня с Машей заканчиваем наше утро. Желаю вам отличного продолжения дня. Пусть у вас сегодня все получится. Да и не только сегодня. Всегда. Всего доброго. С вами Сила. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!